Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в музейном комплексе Дома Петра Первого Дербенте. Тема сегодняшней онлайн-лекции – история празднования Нового Года. Новый Год – один из любимейших народом праздников. В преддверии Нового Года и взрослые дети с нетерпением ждут, когда в доме появится сверкающая красавица-елка, а под ней – мешок с подарками от Деда Мороза. Эти новогодние традиции складывались на протяжении десятков столетий. Как обстояло дело с празднованием Нового Года в Древней Руси, до сих пор точно неизвестно. Отмечали Новый Год и 1 марта. Позже стали праздновать и 1 сентября. И лишь с XVIII века по указу императора Петра Первого Новый Год перевели на 1 января. Царь своими указами велел вести летые исчисления от Рождества Христова, а год – с 1 января. Он повелевал Новый Год отмечать торжественным молебном, колокольным звоном, грохотом выстрелов и фейерверками. Особо оговаривалось, что все должны друг друга поздравлять с праздником, дарить подарки и встречать Новый Год особыми почестями. Символом Нового Года стала елка. Праздник елки был преимущественно детской забавой. Выбирали ель покрепче да побольше. Обвешивали ее всю детскими игрушками и водили вокруг нее хороводы. Разрешалось даже залезать на елку и доставать себе с нее игрушки. После того, как праздничество заканчивалось, оставшиеся игрушки снимали с дерева и раздавали детворе. Неудивительно, что в праздник сразу полюбился детям. Потом взрослые стали в новогоднюю ночь делать друг другу подарки. А накануне праздника делали мелкие презенты слугам, губернанткам и беднякам. Поэтому наступление Нового Года ожидали с нетерпением, ведь он был самым веселым и радостным праздником для всех. От мала до велика. Чтобы елочка стала нарядной, ее украшают. Существуют канонические правила украшения рождественского дерева. Верхушку венчает звезда. Ветки украшают различными шарами, игрушками, всевозможными фигурными пряниками и печеньями. Ну а мы с вами сейчас перейдем к мастер-классу по изготовлению символа года. Свои поделки вы можете повесить на елочку, либо подарить своим родным и близким в качестве новогоднего подарка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok